День Знаний Конечно же, знания для каждого человека и для всего человечества невероятно важны. Представьте, ведь без знаний человек не смог бы выйти в открытый космос и даже долететь туда или высадиться на Луне. Без знаний мы не смогли бы поднять в воздух многотонные тяжелые самолеты и перелетать на них между континентами или опуститься, к примеру, в самые глубины океана. Однако, если мы с вами заглянем в историю и вернемся на несколько, на две тысячи лет назад, то мы удивимся с вами, насколько мало было знаний о нашей планете и насколько сильно они были связаны с мистикой. Представьте себе, что в то время люди верили, будто каждому элементу, из известного на тот момент, каждому металлу, покровительствует своя планета, точнее даже управляет им. Солнце, к примеру, управляло золотом, Венера управляло медью, а Марс управлял, конечно же, железом, как планета воинственная. И в то время люди действительно верили, что наука сопряжена с чем-то сверхъестественным, с чем-то мистическим, даже можно сказать, с религией или с язычеством. И вот около 200 года до нашей эры один известный греко-египетский ученый Болос Демокритас написал книгу, написал даже такой трактат, если можно так сказать, который называется «Физика и мистика». Именно в этом своем трактате он положил начало тому, что завлечет внимание большинства ученых, которые занимались химией или физикой. Он высказал идею о трансмутации. Представьте, что с помощью философского камня, с помощью некого вещества, можно из обычной медной монеты, из металлов неблагородных, медь или олова, сделать серебро или золото. Согласитесь, это очень интригует, когда можно с помощью пары касаний обогатиться на несколько десятков золотых слитков или из обычной медной монеты сделать золотую и уже стать гораздо богаче. Конечно же, затем знания древних греков перекочевали в Азию и на восток. Там ученые также занимались алхимией, однако свой расцвет она все-таки приобрела именно в Средневековье. Алхимия стала настолько популярной, что даже в Италии папой римским Иоанном XII она была запрещена, запрещена законом. И многих алхимиков сжигали, так как считали, что они занимаются колдовством. Мы же с вами сейчас находимся в лаборатории Кнута Поса. Это тот человек, с которым связана история алхимии в Выборгском замке. Конечно же, этот наместник алхимией не занимался. Его в основном прозывали чернокнижником. И ходила легенда, что этот человек в адском подземелье, в своем котле, варил зелье из жав, змеи, пороха и селитры. Рецептов ровно столько, сколько людей, рассказывающих о этой легенде. Так вот, по легенде Кнута Поса с помощью этого зелья взорвал одну из городских башен, чем спас город от штурма новгородцев. А до спасения Выборга он принимал участие в битве при Стокгольме, где вновь спас город вместе с рыцарями, сделав отчаянную вылазку. Кнута Поса обладала очень скверным характером, его мало кто любил, поэтому когда он чуть не погиб в этой вылазке, и когда его еле-еле живого привезли обратно в лагерь, многие, конечно же, надеялись, что он умрет. Но назло всем, представьте себе, Кнут Поса выжил, поэтому именно с тех самых пор его начали считать колдуном. И вот в старых записках этого зловещего наместника мы обнаружили тот самый рецепт, рецепт трансмутации, настоящее колдовство. Конечно же, те, кто плотно занимается химией, которая стала, если можно так сказать, предшественницей алхимии, ее не предшественницей, а последовательницей в качестве науки. Конечно же, знают, что произойдет, но я надеюсь, что нам всем все-таки хочется верить в сказку, верить в волшебство, хотя мы можем быть уже довольно-таки взрослыми. Ну что, давайте попробуем. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь в тот же самый раствор мы опускаем гранулы некоего металла. Следует отметить, что мы опускаем гранулы металла неблагородного. Неблагородного. Это было точно прописано в рецепте Кнутопосы, поэтому мы все делаем в точности, как у него, и надеемся, что у нас с вами все получится. Теперь в раствор, в котором уже лежат гранулы некоего металла, мы с вами опускаем обычную медную монетку. Обычная медная монетка. Мы взяли ее у наших кузнецов, они чеканят вот такие монетки, прямо в замке. И сейчас мы ее опускаем в раствор. Сразу говорю, ничего не должно было произойти. У нас все получается. И теперь этот раствор мы с вами будем нагревать. Конечно же, в средние века у людей был открытый огонь, но мы с вами живем в ту эпоху, когда есть пожарные, которые могут приехать и наш открытый огонь потушить. Тем более, что мало ли кто подумает, чем мы занимаемся в этой лаборатории. Поэтому у нас есть обычное сухое горючее, современное, что мы с вами и зажжем буквально через пару секунд. Субтитры делал DimaTorzok Ну что же, прошло совсем немного времени, и теперь мы можем посмотреть на нашу серебряную монету. Аккуратно ее достаем. Накунем ее в воду, чтобы она, конечно же, остыла. Затем протрем ее, и монета становится серебряной. Ну что ж, мы с вами сейчас делали серебряную монету. Представьте, как удивился бы король, к которому приходит алхимик, и перед ним из обычной медной монеты делает серебряную. Поэтому, конечно же, алхимики были при дворах практически каждого европейского монарха. Ведь каждый король хотел сделать свое государство самым богатым. Но что серебро, если мы можем сделать из нее золотую монету, что мы сейчас с вами и проведем. Для этого раствор нам уже не нужен. Поэтому мы снимем его со штатива и аккуратненько отставим в сторону. Аккуратно раствор может быть горячим. Ну что же, сейчас нам нужно нагреть монету серебряную. Но нагреть ее таким образом, чтобы она, конечно же, не была обуглена и не почернела. Поэтому мы ее нагреем на специальной платформе, на специальной площадке. Ну и вот на ваших глазах монетка стала золотой. Согласитесь, действительно настоящая магия и волшебство. Представьте, что алхимики приходили, знающие все секреты, к королям, которые, конечно же, их не знали. И король средневековый, увидев это на своих глазах, конечно же, начинал платить алхимику деньги, чтобы тот искал более быстрый способ изготовления настоящего золота. Ну что же, дорогие друзья, мы рассказали вам только об одном из многочисленных опытов, который хранится и записан в фолианте великого и ужасного Кнута-Пос. Чтобы узнать о других опытах и чтобы я смог передать вам знания, которые, безусловно, очень ценны и важны для каждого человека, приходите к нам сюда, в лабораторию великого и ужасного Кнута-Поса. Ведь знания – это невероятная сила. Продолжение следует...